В городе Талдыкурган состоялся форум для воспитанников детского дома Айна Лайн. В целях поддержки выпускников детских домов был организован конкурс, по результатам которого выпускники детдома победили и получили мини-гранты в размере 1 миллиона тенге на реализацию своих стартап-проектов. О подробностях этого мероприятия расскажет наш корреспондент. Учись, трудись и стань успешным. С таким девизом воспитатели детских домов Айна Лайн провели тренинги по личностному росту и ознакомительные встречи с социальными службами для воспитанников. На встречах была предоставлена информация, с помощью которой они в будущем смогут самостоятельно осуществлять свои жизненные цели. Подростки воодушевляются историями известных выходцев детских домов, таких как Коко Шанель, Мэрлин Монро, Стива Джобса и многих других, преодолевших немало трудностей на своем звездном пути. Детский дом Айна Лайн в этом году окончили 70 детей. 20 из них обучаются в высших учебных заведениях, а 50 в средне специальных. Все ученики принимают участие в разнообразных мероприятиях и конкурсах. Мы ими очень гордимся. Также планируется организация еще нескольких форумов в городе Талдыкорган. Для победителей конкурса «Шаг вперед» были выделены три мини-гранта в размере 1 миллиона тенге. В свою очередь ребята призвали младшее поколение развиваться, рисковать и идти к своей мечте, несмотря на трудности. Под занавес мероприятия была представлена небольшая концертная программа, по завершению которой каждый получил небольшой памятный подарок. Я являюсь выпускником с Кодом Айна Лайн, я выиграла в проекте «Миллион тенге» на развитие правильного питания. Сейчас в нашу эпоху очень большое развитие ожирения, всяких заболеваний, поэтому я специализируюсь на правильном питании. Мы благодарны за такие проекты, потому что так как мы выпускники из детских домов, у нас нет богатых родителей, нет родственников, которые могут нам помочь. И мы очень благодарны, что государство и добрые люди, спонсоры не забывают про нас, про выпускников детских домов и выделяют для нас такие замечательные гранты. Ну и все зависит все-таки от детского дома, все зависит от того, какую политику ведут внутри детского дома, и все зависит, какое воспитание они дали. Потому что детей, они поставили себе цель, они поставили себе задачу, и они идут по своей цели до конца. Если в этот период взрослые в детских домах не будут поддерживать наших детей, то тогда весь его шаг, он будет бессмысленным, по сути. Поэтому и детский дом, и неправительственные организации, власть должна друг друга поддерживать. Спикерами мероприятия были подняты актуальные проблемы самореализации выпускников детских домов, которые уже обсуждаются парламентом Республики Казахстан. Также молодые люди были призваны к более активной гражданской и социальной позиции, ведь на данный момент государством предоставляется множество возможностей для осуществления своих мечтаний.